всем привет привет коллеги привет кто смотрит нас прямом эфире и кто будет смотреть на записи давайте начнем битрикс фреймворк 3 еще недавно мы с вами очно общались в сколковой и говорили про текущий фреймворк про его компоненты что следует доработать немножко мечтали сегодня же мы с вами рассмотрим битрикс фреймворк 3 в рамках концепции прототипа и начнем с целей и принципов прежде всего хотелось бы рассказать чем вообще руководствовались прежде всего мы хотели создать новый фреймворк для себя для разработки b24 и для партнеров и конечно же во второй важной целью для нас было использовать современные подходы таким образом чтобы мы могли использовать все актуальные на сегодняшний день инструментами вместе с этим фреймворком и соответственно из этого вытекают принципы прежде всего мы хотели бы взять лучшие практики наработки которые сформировались за годы работы в битриксе и совместить их с современными подходами и инструментами конечно же туда входит интеграция с композером и такой спорный вопрос у нас возник это обратная совместимость очень часто мы слышим от партнеров такое мнение что хорошо бы прервать эту обратную совместимость и наконец начать программировать по-новому мы отчасти согласны с этой позиции но одна из больших ценностей которую несет битрикс клиентам это больший большой объем разработанного функционала и немного боязно отказываться от него поэтому этот вопрос он у нас такой как бы в воздухе пока что остается мы держим его в голове не планируем каким-то образом все таки придумать какой-то может быть обходное решение ну то есть вряд ли у нас будут совместимы два жизненных цикла но тем не менее мы хотим все таки обратную совместимость оставить но давайте перейдем к самому прототипу да и начнем с единой точки входа прямо сейчас да в текущем фреймворке в текущем фреймворке пользователь уже но многие года может сам создавать файлы и разделы да непосредственно файловой системе но мы исходим сейчас из принципа что разработчик теперь становится ответственным за маршруты публичные и публичные страницы то есть он конфигурирует данные сущности и это нам позволяет сформулировать принцип что битрикс фреймворк 3 работать через единую точку входа конечно у этого есть прежде всего преимущество по безопасности всего лишь публичная точка входа и ресурсы у нас будут находиться снаружи а весь проект будет находиться уже за документру том что нам позволит быть безопаснее сразу по умолчанию при этом мы остаемся cms и мы должны думать о том какие есть основные сущности и рассматривать их и проектировать начнем с сайтов и публичных страниц вы можете посмотреть на такую простейшую структуру проекта где у нас представлены маршруты публичная точка входа про которую мы только что поговорили и публичная страница но важно заметить что есть папочка сайт и сайт с 1 такой идентификатор я думаю всем известен и как раз это сущность сайта и публичная страница page и тут вы могли заметить расширение твик у публичной страницы и во первых это значит что мы решили использовать шаблонизатор в новом фреймворке во вторых это значит что мы выбрали твик почему именно твик перед нами стояла задача решить некоторые проблемы в жизненном цикле в существующем и мы по сути начали в ходе решения этой задачи ну как мы поняли мы просто изобретаем велосипед мы обратились к существующим решениям и нашли замечательную я бы сказал архитектуру в твике которая позволяет вмешиваться в процесс обработки страницы на любом этапе на самом низком уровне и максимально позволяет кастомизировать все эти вещи поэтому мы решили зачем мы будем разрабатывать что-то с нуля если есть уже готовый инструмент что не менее важно твик мы посчитали можно сказать на плато развитие инструмент то есть это готовый инструмент который уже активно не развивается в нем пофикшены всевозможные баги в том числе по безопасности он не требует постоянного обновления как-то держать руку на пульсе то есть это хороший точен инструмент но и не что немаловажно он является общепризнанным инструментом показатели на гитхабе сами за себя говорят и синтаксис его не сильно-то отличается от привычного нам php поэтому мы решили почему бы нет хороший инструмент так но вернемся к структуре сайта давайте посмотрим на содержимое файлов которые здесь представлены всем знакомы роутинг брони мы его уже презентовали роутинг полностью перекочевал в новый фреймворк при этом в нем он обрастает там новыми возможностями прежде всего это конфигурация сайта то есть на уровне роутинга мы можем задать какой какой сайт какому сайту относится маршрут при этом в самом контроллере можно указать непосредственно публичную страницу с относительным путем уже к этому сайту ну и таким образом сайт оказывается в окружении в контексте сама публичная страничка представляет из себя но для начала до для простоты просто hello world и собственно мы видим на экране что выводится все так как есть да мы посмотрели простой самый пример и конечно на сайте на реальном сайте много общего между публичными страницами и в данном случае нам поможет такой термин который думаю всем известен layout layout в нашем проекте выглядит следующим образом он также находится в папочке сайта да папочка layout у него есть имя в нашем случае это если посмотрите light давайте посмотрим поподробнее каким образом он устроен я думаю многое будет знакомо внутренность layout а это целая страничка да то есть во первых это будет удобно разработчику в нашем случае у нас вот повторяющаяся область это меню и копирайт там на sports написано меню да как вы видите и битрикс а ключевая область динамическая это work area да ну и опять же все вы видите функции твига все достаточно будет удобно давайте посмотрим как выглядит страничка страничка выглядит следующим образом да привет мир мы передаем в work area а layout мы определяем конструкции layout и давайте посмотрим именно на layout можно ли как-то это задать иначе дима только что вам показал что роуты можно конфигурировать сайтом но при этом мы подумали а почему бы нам не конфигурировать также layout аутом и это позволяет нам упростить сам саму по себе публичную страничку и добавить на самом деле гибкость вот нашем случае да мы сконфигурировали роут этой страничке что там layout light и на самом деле мы можем просто упростить сам шаблон и там будет просто написано layout если что вы можете это как-то динамически конфигурировать да и строить на этом какую-то бизнес логику и и в итоге мы видим привет мир да вот в layout и отлично еще одна составная часть без которой сложно обойтись любой странице это ресурсы но для примера давайте наш layout наградим стилями пусть он будет у нас красивый вот и добавим в папу соответствующую папочку ресурс с класс со стилями подключение стилей происходит через разработаны нами для этого helper который называется asset и он принимает на вход в качестве аргумента относительный путь до ресурса и как мы видим страничка у нас окрасилась яркие красивые цвета и наверно у вас возникнет вопрос каким образом это все произошло потому что как как ранее сказал ваня все наши файлы проекта они вынесены за публичную часть и в публичке только индекс php у нас находится но этому есть объяснение дело в том что файл перекочевывает автоматически в публичную папку делается это двумя механизмами первый механизм в деф-режиме это происходит по 404 ошибки обработчику в прот режиме мы планируем что это будет происходить при накате обновления то есть в папке в публичной папке public есть папка ресурсов в которой зеркалируются все пути до ресурсов и сами ресурсы и как вы могли заметить у файла с ресурсами появился в имени суффикс этот суффикс знать похож на хэш и он является хэшем от контента у нас возникла такая идея что все ресурсы должны быть уникальными ну то есть что нам нужно в продакшене версионировать данные ресурсы чтобы не было никаких коллизий пересечений старых ресурсов с новыми и лучше всего для этого подходит взятие хэша от контента при этом мы решили несколько оптимизировать схему в обычном случае мы хотели брать хэш от каждого файла и у каждому файлу присваивать свой уникальный суффикс но мы несколько оптимизировали эту схему до папки с ресурсами в данном случае папка с ресурсами у нас находится в лейауте конкретного сайта до ее уровня происходит оптимизация то есть мы берем весь контент из папки ресурсов считаем хэш от этого контента и всем этим файлом из данной папки назначаем такой суффикс и таким образом окей я прошу пара вопросов есть так таким образом у клиентов никогда не загрузится какие-то разные скажем в процессе обновления до в процессе наката часть ресурсов уже обновилась он загрузил их старыми отчасть новыми ну то есть такого при данной схеме не произойдет значит вот смотри показали что лаяут находится в с1 папки да а что насчет шарит шаблонов которые вас один в любом другом то есть например шаблон битрис 24 который сейчас есть или страны для интернета но об этом мы чуть позже расскажем и вот здесь есть еще вопрос что здесь уже видимо троллит может уже и ци и весь бус наш перевести на симфонии ну симфонии мы в данном случае не брали то есть мы взяли шаблонизатор это как можно сказать рекомендованное рекомендованный шаблонизатор симфонии то есть да вот здесь вот типа что вроде бы какая-то непонятная самописная этом вопрос о том почему мы свой фреймворк делаем они берем что-то кашу ну потому что как уже ранее мы упоминали мы хотим взять лучшие практики наработанные в битриксе они все-таки есть да как как бы это не звучало странно но мы все-таки в первую очередь не фреймворка cms и если смотреть на другие фреймворки мы конечно рассматривали такую возможность дело в том что они дают очень мало возможности именно под cms то есть это фреймворк как правило строится для конкретного проекта он заточен под то чтобы сделать там вот один проект уникальный и все ну может какие-то библиотеки подключить нашем случае все гораздо сложнее у нас очень много компонентов которые взаимодействуют между собой ну то есть тут все-таки нужно на уровне ядра некоторой кастомизации и вот еще вопрос ну типа почему твик почему не отдать какой-то ну фронт на современные фреймворки потом в ряд да есть такой тренд использовать фронт-энд разработчиков но тут мы исходим еще и из своих реалий то что у нас все таки разработчики больше на бэк-энд ориентированы и в целом эта схема пока что никуда не ушла то есть да и тренд есть несомненно это с этим сложно спорить но это не значит что это самый правильный путь мы пока что придерживаемся такого традиционного способа но в то же время использование шаблонизатора в том виде в каком его подразумеваем она приводит к тому что мы получаем чистую мисе модель и ничего не мешает кастомизировать и свои шаблоны строить на фронт-энде получая чистые данные через тот же рост что вопросы еще есть окей давай еще в обычном битриксе это будет ну по поводу обратной совместимости пока что сложно что-то сказать ладно есть еще вопросы коллеги я их вижу мы я обязательно их озвучу у вас еще я думаю есть что сказать давайте я потом прижму вас да давайте продолжим и компоненты мы конечно знаем этот термин чуть ли не из пеленок до битрикса и он нас уже десятилетия мы никуда от него не уходим потому что он на себя рекомендует хорошо точнее зарекомендовал и сам по себе компонент на самом деле это некоторый комплекс который несет себе контроллер шаблон и ресурсы давайте посмотрим каким образом он подключается на странице в рамках шаблонизатора твик ну здесь достаточно простая конструкция компонент которая скажет нашему ядру что давай подключай компонент вы можете заметить что именно способ подключения идет по полному имени класса да это неспроста мы решили таким образом использовать автозагрузку psr4 и сейчас мы посмотрим как выглядит вообще компонент компонент ну это самый простой вид да он лежит внутри модуля в папочке компонент и и дальше у нас работает psr4 стандарт на автозагрузку таким образом будет подключаться контроллер потому что о нем будет знать автозагрузчик ну а шаблон лежит в папочке шаблоны здесь все достаточно просто давайте посмотрим что внутри внутри контроллера у нас в данном примере конечно все просто мы просто передаем команду на рендер нашего шаблона которые находятся в папочке шаблона а сам по себе шаблон в нашем случае это просто мы сейчас покажем что news feed до его название и в конечном итоге шаблон трендерился подключился layout и все хорошо дима я думаю надо сказать о том каким образом но мы рассмотрели простой случай когда у нас на странице один компонент да все просто красиво но в реальном проекте конечно компонентов много и прежде всего они между собой взаимодействуют и эту задачу мы решили и хотим вам показать до это отчасти является ответом на прозвучавший ранее вопрос почему мы не берем готовый фреймворк все не используем ну вот хотя бы потому что данные фичи мы не нашли но нашли одну реализацию но она была построена не совсем корректно с нашей точки зрения поэтому мы сделали свою реализацию но для начала давайте на нашу страницу тестовую выведем два компонента ну поскольку кто-то должен обмениваться между собой компоненты эти будут идентичные по структуре вот такие как ранее показал ваня то есть все максимально просто примитивно вывели их на экран получили два вывода два результаты работы компонентов а теперь как они могут обменяться информации на уровне вывода данных мы сделали расширение назвали вот твик слот но внедряет в твик два новых тега ну вернее одну функцию и один тег функция слот она подразумевает что в данном случае открывается на некое хранилище такое для всех входящих данных тег пуш он напротив в подобное хранилище отправляет данные которые заключены внутрь тега и здесь как мы видим вот содержимое двух компонентов их шаблонов в один шаблон мы вместили слот и отправку в соседний компонент и аналогично во втором компоненте мы сделали слот с его именем и поставили отправку данных в первый компонент и как видим это сработало в нашем же случае сейчас в битриксе такой функционал есть он же называется отложенные функции и работа с ним строится но не всегда тривиально не всегда совсем очевидно поэтому данный способ нам показался более удачным и работающим всегда корректно без каких-то подводных камней и как результат мы имеем два расширения твига уже то есть уже в процессе разработки прототипом получили два расширения первое расширение это расширение битрикс то есть которое добавляет все упомянутые ранее хелперы ассет компонент и другие функции для работы с окружением и независимое вполне себе отчуждаемое расширение твик слот которая позволяет вот на уровне шаблонов смешивать данные каким угодно способом не боясь за то что что-то случится там с буфером вывода давайте вернемся к терминам именно cms мы с вами посмотрели уже на сайты но также мы должны помнить о том что у нас есть решение и решение да я думаю все партнеры об этом знают это некоторая тиражируемая такая сущность и которая на самом деле очень сильно похожа на сайт сайт у нас состоит из лейаута маршрутов и публичных страниц а решение на самом деле аналогично шаблон публичной страницы роуты но также добавляется установщик давайте посмотрим как это вообще выглядит в файловой структуре и каким образом можно сделать решение слева у нас расположен шаблон сайта сам сайт да про который мы с вами сейчас говорили а чтобы превратить его в решение нам достаточно перенести его в модуль назвать вода мы называли его скромно супер сайт и при этом вы видите что именно в папочке сайт с 1 у нас появился только один файлик то есть вся структура уехал на самом деле в модуль и там она называется в нашей терминологии решением при этом стоит сказать вообще что такое модуль да мы еще не касались этого модуль в нашей текущей теперь идеологии это бандл который нам нужен для транспортировки решений компонентов и библиотек давайте разоглянем снова в решение и в шаблон шаблон короче мы перенесли наш сайт в модуль и и теперь нам достаточно если в простом самом случае мы полностью хотим использовать все что поставляет решение мы просто делаем файл конфиг где декларативно описываем на какой на какое решение мы ссылаемся и все теперь если мы создаем какую-то новую страничку непосредственно в сайте нам достаточно просто писать extends а ядро уже само поймет на какой на какое решение необходимо ссылаться для того чтобы компилировать шаблоны ну то есть это такая форма наследования да 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 при этом непосредственно наследование мы должны были решить и в рамках компонентов то есть прямо сейчас на самом деле разработчик может наследовать один класс компонента другого но вот касательно ресурсов и шаблонов это не представляется возможным задачу эту мы взяли в работу и позволили разработчикам во-первых наследоваться контроллерами да то есть это ключевой файл компонента а во-вторых мы позволяем повторно использовать шаблоны также через extends то есть должно стать удобно кроме этого давайте посмотрим на простой пример когда компонент не нужно располагать на странице ради того чтобы он заработал по конкретному роуту для этого достаточно просто в конфигурации роутинга прописать что ну такой-то роут и просто контроллер компонента и это позволит подключить просто компонент без страниц я думаю что должен появиться резонный вообще вопрос а где непосредственно будет располагаться файлы конкретного проекта ну партнерский код да в рамках структуры и мы здесь решили пойти преемственным путем и на данный момент времени автоматически будет использоваться папочка local то есть она будет регистрироваться в автологере да по 44 совместимым и ваш код будет подключаться конечно если вы вдруг захотели положить ваш исходный код в src апп то это представляется возможным и вы можете спокойно подключить конфигурации и автологер будет они знать и будет с ней работать давайте теперь глянем подробнее в целом на дерево проекта о который мы сейчас вообще рассматривали уже так целиком то есть мы с вами поговорили о том каким образом выглядит модуль как устроены компоненты что такое решение и как они идут в поставке в рамках модуля поговорили про конфиге публичную точку доступа и сайт то есть в целом мы рассмотрели с вами именно структуру фреймворка битрикс фреймворк 3 и конечно наверное там тоже должен быть резонный вопрос а каким образом будет происходить жизненный цикл вообще всех запросов и и здесь он мы наверно ничем вас не удивим если вы посмотрите на стандартные на стандартные ну точнее на фреймворки которые сейчас активно используются симфонии лара вель и и так далее то в данном плане мы полностью будем соответствовать практически полностью жизненному циклу в общепринятых рамках это позволит на самом деле это было один из ключевых принципов почему мы формируем фреймворк для того чтобы все запросы все хиты у нас работали в одинаковом ключе потому что сейчас у нас с этим бывают и на проблемы ну и давайте вернемся немного к нашим реалиям к текущему фреймворку по прототипу мы будем ждать от от вас несомненно обратной связи и комментариев и всевозможные критики вот которые олег уже начал озвучивать но по текущему ядру нам тоже есть что сказать обновилась битрикс урм одно из первых изменений которые там появилась это приватные поля мы внедрили это все у себя уже сделали при приватным полем пароль пользователя для чего это нужно приватное поле под ним мы подразумеваем данные которые не хотелось бы показывать ни при каких обстоятельствах вообще не выводить на экран не чтобы они куда-то там через запе пробрасывались но то есть это вот данные которые лучше чтобы они просто хранились и никто их не трогал мы пометили таким флагом поле пользовать пароль пользователя и это значит что теперь выбрать его просто так нельзя то есть нужно для выборки данных указывать явный режим в кури что мы хотим работать с приватными полями если его не указать то поле все равно выберется то есть мы не могли сломать обратную совместимость и просто выкинуть всем exception вот но тем не менее будет warning предупреждающий о том что лучше все таки включить режим чтобы появилась некая осознанность в действиях разработчика при этом даже включение режима не поможет этому полю попасть фильтр ни при каких обстоятельствах то есть фильтр попадание подобных полей фильтр категорически запрещено чтобы злоумышленники не могли как-то перебором там выбирать эти значения либо ну какие-то хит при приводить каким-то хитростям там sql и получать в итоге данное значение еще одно изменение это nullable поля в принципе у рэм уже давно позволяет работать со значением null и фильтре его использовать и при установке значения но оставалась одна недоделка это в create table поля всегда были not null ну причина историческая у нас просто битрикса так сложилось что мы как правило использовали not null поля но в данном случае мы решили все-таки закрыть эту потребность и теперь в create table можно сказать о том что поле все-таки nullable еще одно из изменений это выражение фильтрах вот то что вы видите сейчас на экране в подобную конструкцию и можно реализовать без нового выражения для этого нужно создать runtime поле поместить туда expression прибегнуть какой-то хитрости там if или case when и потом это runtime поле уже указать фильтре но конструкция получается несколько громоздкая неудобная не всегда очевидная поэтому мы решили ее чтобы оптимизировать до одной строчки where export метод в query который принимает на вход те же аргументы что и принимает expression field то есть это само выражение и список полей в формате sprintf для подстановки в это выражение и как видим в результате получаем вполне лаконичную конструкцию фильтре без всяких разных там костырей и еще одно изменение это тип данных объект в rm то есть мы знаем что есть скалярные поля integer string boolean и так далее есть у нас array field и иногда возникает потребность чтобы все-таки в поле хранился какой-то объект чтобы его можно было сериализовать десериализовать и вот теперь такое поле появилось в одном из последних обновлений она выйдет оно позволяет задать свои кастомные обработчики для сериализации десериализации и более того оно позволяет указать один или несколько типов какой какого типа будет этот объект какого класса и данные классы будут использоваться во-первых в аннотациях у рм и во-вторых будут будет дополнительная валидация в сеттере чтобы не получилось так что какое-то не то значение прошло и есть у нас небольшая новость относительно php 8 мы еще с момента там бет первых бета версии активно работаем над исправлениями ошибок над исправлением с моментов совместимости с новой версией php и уже сейчас можем сказать что продукт ну достаточно полноценно работает но с некоторыми оговорками что ворнингов пока что еще остается много но практически все основные критичные ошибки мы исправили и в режиме без ворнингов в принципе продукт можно сказать работает да значит по php 8 я добавлю тебя что в коробку мы и готовим обновление уже вот 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 я очень рассчитываю что они неправильно называть сроки в мае они выйдут и буквально вот вам несколько вопросов что у нас времени уже вообще нет одна минута осталось где потрогать этот прототип но дело в том что прототип этот потрогать нигде нельзя мы вообще не несколько провокационно назвали это прототип и ожидали такой вопрос на самом деле это не столько прототип проекта или нового фреймворка это скорее прототип разных гипотез то есть мы проектируем анализируем наши потребности как cms проектируем решения которые помогут нам работать как cms и делаем прототипы именно этих решений то есть мы по сути сейчас проверяли гипотезы и хотим послушать ваше мнение вообще в правильном направлении мы пошли то ли мы вообще делаем или может например партнерам это не нужно там совсем вот кстати здесь в тему следующее что неплохо бы может быть даже замутить вебинар по этой теме потому что вот вообще есть чего спросить прям много спросить вот партнеры прям хотят поразмышляйте возможно действительно мы устроим какой-нибудь часовой полуторачасовой вебинар чисто вот по вашей теме где будете где будем общаться с партнерами вообще это было бы интересно потому что мы рассматриваем кейсы да ведь мы говорили про решение сайта да как это вообще все устроено и конечно ну хочется узнать покрываем ли мы точно все кейсы которые есть с другой стороны давайте подумаем и сделаем окей ребят спасибо большое мы завершаем доклад я думаю что уже будем готовиться сейчас к следующему докладу вам сейчас выйдет голосовалка дима иван иван дима большое спасибо на следующий доклад сергей востриков и антон янжула расскажут нам про умные сценарии и что это такое как их использовать я напомню что они доступны сейчас только партнерам про партнером снг они есть у вас уже и я собственно думаю что давайте слушать наших дорогих спикеров